Продолжение следует... Ну, тема алкоголя, она мифологизирована до нельзя, как тема самого алкоголя, так и тема употребления его внутрь. Вот, собственно, об этом мы сегодня и поговорим. Мифы бывают самые разные, вот от самых безобидных, вот таких как, например, 40-градусный водку и Гаврил Дмитрий Иванович Менделеев. Бывают там совершенно дикие, типа, что три семерки это портвейн. Ну, и там смешные такие стереотипы бывают, что благодаря три семеркам многие думают, что портвейн пьют только опустившиеся алкоголики. Например, моя мама, она в 70-х годах училась в институте, съездила в Венгрию, хотела купить моему деду, своему отцу вина, и только по приезде назад в Советский Союз обнаружила, что, черт возьми, это портвейн. И так и не подарила, потому что постеснялась, как же так портвейн. Ну, вот, собственно, думаю, можно приступить к основной части. Давай, мать, не посрами. Ой, постараюсь, Витя, постараюсь. Первый миф, вот самый безобидный, 40-градусная водка и Дмитрий Иванович Менделеев. И Иванович, значит, Менделеев. Дмитрий Иванович Менделеев в своё время написал научный труд на, он, кажется, это назывался, «Рассуждение о соединении спирта с водой». То есть он просто брал разные спиртовые растворы и исследовал их физико-химические свойства. В этом труде ни разу не было, не прозвучало слово «водка», и гастрономической стороной вопросов он вообще не интересовался. Он вообще не пил. Слушай, вопрос из зала можно задавать или потом? Ладно, главное, не сбивай, не сбивай. Я буду обозначать этот момент, когда мы будем задавать вопрос. То есть слово «водка» не употреблял, и вообще, когда мы говорим «40-градусная водка», мы подразумеваем, что 40% от объёма жидкости составляет петиловый спирт. А Дмитрий Иванович, великий ум, оперировал не объёмными долями, а весовыми. То есть вот такого значения у него не было вообще и быть даже не могло. Так, ну а, собственно, откуда есть пошла 40-градусная водка? Дело было как? Когда-то, когда ещё не было спиртометров, Крепость напитка определяли методом отжига, да, это именно так называется, метод отжига. Вот вы видите прибор для отжига, отжигательница называется. В эту медную ёмкость заливали водку, поджигали её, и когда всё прогорало, по объёму оставшейся жидкости проверяли крепость напитка. И если оставалась половина, то это означало, что крепость напитка была 38,3, кажется, градуса, где-то 38 с копейками. А примерно на какие времена? Это с первая треть девятнадцатого века. Как-то так. Ну, до первой миссии. В эпоху Николая Васильевича Гоголя. Вроде того, да. И, значит, оставалась половина, поэтому водку называли, тогда ещё не было слова водка, кстати, это называлось клетное вино, а называлось оно полугар, потому что оставалась половина, и вот это было очень удобно контролировать, потому что ну половину проверить, их там 65,3 процентов, к примеру. Вот, поэтому, вот, соответственно, стандарт был полугар, половина, 38 процентов, всё замечательно, ГОСТ. А несколько позже, когда уже спиртометры появились, вот тут вот мы подойдём к изобретателю, собственно, сорокоградусной водки. Это Михаил Христофорович Рейтерн, министр финансов Российской империи, который предложил округлить 38,3 до 40, но тоже не с гастрономической точки зрения, а для удобства учёта. Немецкий уровень. Ну вот, ну куда без них. Вот, собственно, это всё с мифом о 40-градусной водке, если есть вопросы. У меня есть дополнение, что вообще, как бы сказать, полугар, хлебное вино, оно добывалось, что я знаю, как на всякий самогон, перегон, методом перегона. Ну да, сначала брожение, потом перегон. Я тоже это, тут я не уверен, но это вот как раз идея министра финансов и идея премьер-министров. Идея министра финансов была округлить градусность до 40. Здесь как раз себестоимость очень низкая была, поэтому, как сказать, потихонечку была вот именно водка, которая дорогая, ну, самогонка дорогая стука в производстве, а спирт, он всё-таки дешевле в ритуальном виде. Ну, может быть, директификационную колонну, ведь забрали как раз к эпохе Столыпина, но, насколько я знаю, при рейдах в неё ещё не было. Правильно. Но зато, можно пошлить по поводу полугара? Не то, что половина угорела, а половина народа угорела. Половина народа угорела? Это шутка, Батв. Вот, перегарами, те же корминку. Половина угорела. Вот, перегарами, наверное, оттуда берутся. Ну, вот, корила. Перегарами, наверное, отрезы те же корминку. Так, и следующий. Следующий участник нашей регаты. Полусладкое вино. Это что-то реально. Девушке, к сожалению, он, по-моему, женат. Здесь на фото вы видите Анатолия Корнеева, это ведущий эксперт в области итальянских вин в России. И, собственно, лирическое отступление непосредственно полусладким вином. Анатолий Корнеев предложил концепцию ступеней вкуса применительно к вину. То есть, в соответствии с этой концепцией, ну, мне кажется, она вполне жизнеспособна. Поэтому, моё несогласие уже не сильно расстроило. В соответствии с концепцией, на первой ступени, когда человек только начинает употреблять вино, только вот там начинает пить, пробовать, он не приемлет сухости, ну, то есть, кислятина, и всё, он предпочитает полусладкие там. И даже если он пьёт там лучшие образцы сладких вин, он ценит там только сладость и ничего больше. Вот. И на второй ступени, если до неё дело дойдёт вообще, потому что можно застрять на любой из этих ступеней на всю жизнь, на второй ступени вот человек качает, как маятник. В противоположную сторону он начинает любить сухие вина, и причём такие сухие вина помощнее, которые там, если это красное вино, то чтобы оно в горле аж застревало от терпкости. И если это делает, то чтобы оно кислое было до слёз. Ну, и, собственно, возвращаясь к полусладкому вино, параллельно получается, развивается, живут и процветают два заблуждения. Первое, что те люди, которые находятся на первой ступени развития, они думают, что пить надо только полусладкое. На второй там, и не только на второй, там, по-моему, даже на второй, третьей, четвёртой, там, люди думают, что полусладкое и сладкое, вообще какое-то вино, где содержится сахар, вообще-то пить нельзя, гадость, 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 гадость. Ну, а ну... Конец с людьми, которые пьют всё. Тихоньку бережу. Да идут они. Довольство, что это не разжитие. Она ещё придёт к этому, а не терапия. Так вот, возвращаемся к мифам и легендам. Чтобы разобраться, кто тут и в чём не прав, углубимся немного в мальчасть. Вот технология производства вина, собственно. Если коротко, то дрожжи разлагают в содержащейся виноградном соке сахар на углекислый газ и спирт. Ну, углекислый газ испаряется, а спирт остаётся. И если перебраживает весь сахар, то вино сухое получается. Ну, прожение можно остановить. Ну, там разными способами, например, понизить температуру, неважно. Если сахар после этого остался, ну, если вино набрал достаточную алкогольность, а сахар остался, вино получается в зависимости от количества оставшегося сахара или полусухим, или полусладким. Но это, по идее, ну, в смысле, это по-хорошему. Это если повезёт, если очень качественный виноград, если хороший урожай, была хорошая погода, то есть виноград набрал достаточно сахара. Тогда да. Ещё есть там куча правильных способов. Например, вино посито итальянское. Виноград подвяливают или прямо на лозе, или там на маток. Он подвяливается, там влага испаряется, концентрация сахара повышается. Всё хорошо, давим сок, делаем отличное полусладкое вино. Но ведь можно же нахимичить. Российские госты вполне позволяют разбавить сухое вино виноградным соком, и оно будет сладким. И это можно называть здесь вино. Причём, ну, осуществить такую гадкую манипуляцию можно не только в России. Это, в принципе, какой-нибудь бессовестный винодел в какой-нибудь, к примеру, Аргентине, вполне может у себя там, в Аргентине, всё это проделать. Там соком разбавить, что там у нас, кажется, ещё лимонная кислота, по-моему, даже по ГОСТу позволенного для добавления. Он может всё это сделать в Аргентине. В Аргентине ему не разрешат это продавать, естественно. Ему за это вплоть до уголовной ответственности. А в Россию экспортировать, пожалуйста. Это проблема России, если она только пить. И, собственно, из этого можно заключить, что неправы и те, которые считают, что пить надо только полусладкое, и те, которые считают, что не надо пить полусладкое, потому что вопрос какой. Так. Ну вот, мы закончили с мифом о полусладком вине. Кто? Я не о нём речу. Человек. Человек. Какой мастерный человек ищет. Про тетропакию будет? Про тетропакию. Я думаю, по составу. Нет, по вкусу нужна практика, конечно. Я вам так не расскажу. Болина Юрьевна, а вот можно... Я не ответил на мой вопрос ещё. Да, и, собственно, контр-этикетки на обратной. Они обязаны писать состав. Состав, состав. Вот, твоя идея там. Ну, вот здесь вот вы видите виноград. Блин, по-моему, это трентином... В общем, я не помню, какой виноград. Но, в общем, он сушится для изготовления пассива. То есть, вот он хорошо так лежит себе на полочку. Всё вентилируется, ничего не гниёт. Он подсыхает. И всем счастьем. Низу много, но вверху уже мало. Ну, совсем. Это ракурс. У вас ленья зависит. А, это одна полочка. А про тетропатии будет? Будет про тетропатии? Будет. Этот вопрос меня очень интересует. Боря, а что делать? Сахар, перечисло. Как бы, всё же делать в этой ситуации? Ну, для начала давайте будем пить сухое. От него и голова меньше болит. Да? Причём белое. Да нет, я и красное тоже. Красное, там заберетное вещество. А почему сейчас? У нас же наушная вещество. Она уже наушная вещество. Красное, сухое вещество. Там от радиации как-то? Ну, насколько я знаю, нуклиды выводят любой алкоголь. Поэтому кто-то в России. Ну, как отличить, ну, например, хорошее полусладкое вино, оно не может стоить, например, 300 рублей. Оно начинается, ну, боюсь, конечно, собрать от 800 и дальше. Потому что, ну, всё-таки, это дорогое сырьё. Иногда там, для полусладких и сладких вин виноград собирается не гроздями, а по одной ягоде. К примеру, такой. А ну, нельзя же только по цене отвечать. У нас же можно, например, по искусственной. Ну, хотя бы так. Хотя бы, какой-то хотел. Я вот вам. Причёстка, ну, не цена. Да. Она будет по 700, а вина будет такой вот такой вот. Ну, тут уже, конечно, тут, конечно, возможны варианты. Но если вино стоит 300 рублей, написано десертное, тут вариантов нет. Его 500. Нет, ну, это одна из старых, да, действительно. Может, как-то там можно всё-таки разобраться? Ну, будет уртист. Сколько там надо? Хорошо, это, наверное, как бы дешевле дойти, потому что там было настаточное. Нет, нет, наоборот. Как если за 600, но не такое, которое за 300. Вот тут же тоже. А можно вам нужно по обе-то? Здесь, каким опытом. Я дальше буду прожить. Каким опытом? Сырым пробка. Сырым подвалом, мокрым картоном. С арбитриатами, в общем. И вообще плохо выглядит. Ну, выглядит она, да, вот она может быть размокши. То есть вот как-то, да, если вот такие вот запахи, такой направленности, это значит, что... А если она пластмассовая? Если она пластмассовая, таких проблем быть не должно, потому что запах пробки говорит о том, что на пробке были бактерии. То есть вот именно болезнь самого дерева. И вино испорчено его... Ну, кто смелый, может, конечно, Гринтвейн из него сварить. А как быть с веньями, которые закрываются, крышечкой? Винтовой? Ну, там нет болезни пробки, потому что пробки там нет. Я понимаю. Нет болезни пробки, значит, вина, по крайней мере, не больной. И все, мы делаем это. Может быть, не очень хорошее, да? Вон, может быть, не очень хорошее, он по себе, но, по крайней мере, не испорчено. Ну, еще там, конечно, посторонние запахи вина, там запах уксуса, ну, понятно, запах уксуса, запах есть, бывает, лука такого, не свежего, а тушеного, такого, форсированного, тоже вот. Ну, не зло, как это пить. Давайте мужчину приплющим. Так, что-то на водку потянуло, давай. Ладно. Просухое-то будет? Да. Просухое. О, голосую, не проиграешь. Домашнее вино. Я помню. Тоже очень интересный миф. Вино домашнее, да. Такое вот, я думаю, каждый хоть раз в ресторане видел там. Вино красное, вино белое, вино французское, вино итальянское. Вино домашнее белое, вино домашнее красное. По бокалам, как правило, оно продается, иногда там в графинах приносит, но там. В общем, как-то так. Не знаю, кому как, а вот мне вот представлялся вот в юные годы, эдакий такой вот, знаете, усатый, такой кахетинский дядя Гиви, например, или там кубанский дядя Вася, тоже усатый. Которые, значит, на приусадебных участках выращивают виноград. Потом вот его каким-то вот таким вот способом винифицируют. Вот, и, собственно, потом это попадает к нам в ресторан. Ну, как-то вот подросла и кое-что там узнала. Действительность ожиданий не оправдала. То есть ни дяди Вася, ни дяди Гиви нет. То есть они, конечно, может быть есть, и может вино даже делают, но вот в рестораны это не попадает. И фокус тут в том, что домашнее вино, это не значит кустарное, это просто дубовая неуместная калька с английского и с французского. Там по-английски это house wine, по-французски это vendale amazon, простите за мой французский. И это означает вино дома. Изначально это значило, что вино сделано на винодельне при ресторане или гостинице. Ну, представить себе такое в Москве, ну, как-то нереально. Ни с санитарно-технических норм, ни с климатических, я уже не говорю о государственных условиях. Слушай, в Москве за это выдают самые дешевые столовые вида. Виновое пойло. Самые дешевые столовые. Слушай, ты намекаешь, что я слишком многословна. Да, по сути, да. Сейчас домашнее вино, это вино именно фабакалом, которое вот... Самое дешевое из пакетов. Ну, это не обязательно самое дешевое из пакетов, это максимально дешевое вино, которое ресторан может себе позволить без риска потерять репутацию. То есть, если это ресторан там уровня Пушкин, там, конечно, трехлитрового шатофи тропака не будет. Хотя это еще вопрос. Не знаю. Вы, если так неизвестно. Были мы на кухне встанут Пушкин. Скорее всего, по принципу, меньше. То же самое, что если за 800, кто настоящий. Я не говорила, что если за 800, кто настоящий дешевый. Нет, не начали. Но шансы существенно выше. Нет, просто нет шансов дешевых. Если за 800, кто настоящий, за 800, не знаю. Нет, не всегда в сумме живут в цене. Полина Юрьевна, может, еще различные по поводу стоимости вина в этой стране, что такое дорого, что такое дешево, что такое на стране? Потому что вопрос же утрепещен. Стоимость вина, это как обычная цена в Москве на полке, это как 2-3 цены, например, во Франции или в Италии. Есть ли адекватная оценка цены в наших магазинах? Захочешь в ароматный мир? В России нет понятия ценообразования как такового. Есть понятие аппетита продавца. Ребята, мы думаем, можно ли? Все хотят услышать, как максимально обезопаситься от покупки какого-то... Говна по мегапрайсу, да. Как купить, вот не очень дорого и хорошее? Не очень дорого и хорошее стремление к идеалу я его до сих пор не так считаю. Хотя бы с меры ухода. Хорошо, а можно сказать, что, допустим, по поводу крымских вин, завод Массандр какой-то гарантией качества обладает или нет? И, кстати, сейчас Абрау Дюрсо начали как-то... Ну, Абрау Дюрсо тоже, вот он делает как хорошее вино, так и, ну, не очень. И вот, опять же, ориентироваться... Про еврейское вино могу сказать, там, если написано метод традиционный, сделано традиционным методом, то это значит, что это, в принципе, можно сказать. Если там традиционный метод, ни слова, и вообще, когда мы так молчали, то это значит, что метод похуже, подешевле. И большие деньги за такое вино отдавать не следуют, если это Абрау Дюрсо примет. Полюшка, а может ты только держишь эту фотографию? Собственно, домашнее вино, когда в ресторане стоит эта строчка, это вот ничего общего, вот с этим это все-таки не имеет. Ну, или не должно иметь по нормам ГОСТа... Стоящее домашнее вино, или просто домашнее вино, или просто домашнее вино, или просто домашнее вино. Ой, байло... Да, ну и вот, собственно, да, глядя в ресторану, может быть, в качестве домашнего вино, что-то такое. Ого! Я только у них вино зажгла, как тропа. Да. Да. Канад. Да, и вот... Байады и Канад. Хотелось бы, кстати, еще вот... Следующие участники нашего забега, их будет сразу два, это порошковые вина и вина из виноматериала. Я вот недалеко сегодня я набрала в гугле вот это вино из виноматериалов, и там практически по первой же ссылке мне там нашла фразу. Молдавские вина, они порошковые и из виноматериалов, гадость не пейте. Ну, открою секрет, все вина из виноматериалов. Виноматериалом называется перебродивший виноградный сок. То есть, по сути, тоже вино, но которое еще не готово к продаже по тем или иным причинам. То есть, в слове виноматериал ничего криминального нет. Есть мнение, что виноматериал называется вино, которое не было упаковано? Как вариант. Как вариант. Не готово к продаже. Это или не бутилированно, или там, если, ну, пордо... Прошла сертификацию. Ой, извините, мне в Абхазии сказали люди, вот такие, мне показалось, знающие, что виноматериал это то, что это вот такие вот жены, как бы, ну вот там остаются косточки, кожура, которая может дать цвет. Это называется миска. Это заливается спиртом и получается это вот называется виноматериал. То есть, это тоже к винограду особо отношения не имеет, но это такие вот остатки, скажем так. Может, в Абхазии виноматериал называют, вот это я не могу им запретить. Но вообще, вот официальная терминология виноматериал, это вино не подготовленное к продаже. Так, и, собственно, вино порошковое. Я думаю, миф о порошковом вине, вот, родился именно поэтому, что многие на этикетке увидели не раз на сухой виноматериал. Ну, читать надо чаще. То есть, вот многие не знают, что вот антонием сухому виноматериалу будет сладкий виноматериал, а не мокрый. Так, а насчет порошкового вина, вот то есть, ну да, порошкового вина, миф о порошковом вине появился давно, а само порошковое вино недавно. Оно все-таки существует, но в России пока не продается. Утешево. Пока его в Россию не возят. Это пока чисто канадский прикол. То есть, канадские жители очень любят вино, но считают, что оно дороговато. Какие жадные. Ну, так. Как сухой спирт, например, поджигант. Типа того. И, собственно... Как соевые яичницы, что я думаю, что это же популярно. Что? Соевые яичницы, говорю. Молоко. Как в Канаде плохо жить. Ну, так. Сухое канадское. Просто добавь воды. Так. Товарищи увлекаются, потому что вино им покупать дорого, они увлекаются в домашнюю виноделие. Ну, тоже. Вот не вот таким вот, с перчаткой, типа, ты и Вася, а там им продают миничаны с регуляторами температуры и все прочее. А там дальше им продают... Спорная модель, короче. Кип. Ректифицированный виноградный сок. Это сок, из которого убрали, ну, все, кроме воды и сахаридов. Потом туда же винная кислота, дрожжи и вот, собственно, вино. То есть берется некондиционное вино какое-то, ну, которое винодел не хочет под своей маркой, например, продавать, потому что оно не очень. Покупается вот такого винодела или негацанта вино и выпаривается из него спирт, вода, получается винный порошок. Субмимация. Да. И просто добавить воды? Субмимация. Не все так, слава богу, просто. Канадцы, они же все-таки люди старательные, поэтому они берут вот это вот сусло ректифицированное, добавляют дрожжи. То есть вот этот вот винный порошок и это все у них естественным образом все-таки бродят. Ну, что самое смешное, здесь же нифига не сэкономишь, особенно поначалу, потому что я думаю несколько партий точно запоришь. Что-то столбик разговаривает все равно. Ну, запоришь, не запоришь. Нет, выпишь это понятно, но вряд ли получится то, что хотелось. В любом случае. О, знаешь, самогон же тоже люди гонят. О, уже естественно. Да, да, да. Ну, это я так не махрою. То есть это перспективно. Прошу пардону, или вы мне так? Как-то они махрово гонят самогон. В смысле? Слушай-то лучше. Слушай-то лучше. Слушай-то лучше. Ну, я думаю, обычные самогоны они тоже гонят, но это тоже для эстетов, у которых нет. Да я думаю, там есть лесорубы готовые, не парятся вот так, эти простые, которые в лесах работают. Канадские лесорубы. Да, да. В красных количествах губанных. Канадские лесорубы. Знаешь, как раз-то они виложили. Сейчас все в кругу, но не парятся. Поэтому не парятся. Так, и наконец-то главный герой нашего сегодняшнего забега. Виноград Изабелла. Из чего? Очень, кстати, душистый. Это если не выдержанное вино, плакать из применения. Я говорю, это просто виноград. О, как я его раньше детства любил. От коровок детства. Виноград Изабелла. Он же имеет название Лидия. Он же Одесса. Да. В чем подвох? Такой виноград, вообще вино, делается из винограда рода Витис Винифера, это латынь, то есть глаза, дающие вино. Это европейские сорта, там оккультуренные, там родом из Закавказья, в Грузии, из Армении до сих пор спорят, кто придумал виноделие. Сорта винограда Изабелла и Лидии, это американские сорта Витис Лапруска, они морозоустойчивые, они устойчивые к многим винным паразитам. То есть, совершенно неприхотливый, замечательный виноград. Это мы, да? Если вы заедете, то он не будет, не у него устойчивость. Так вот, фокус-то в том, что при брожении виноград таких сортов дает не только этиловый спирт, но и спирт метиловый. Метиловый спирт яб даже в малых количествах. Собственно, это поражение печени, глазных нервов, почек. То есть, собственно, есть данные, что в Молдавии начались все эти проблемы, повышение заболеваемости, именно когда к ним, в 50-х, кажется, годах, завезли Изабеллу. То есть, вы, пожалуйста, хочешь сказать, что из Изабелла, из сорта винограда Изабелла, вино нельзя делать в принципе? Нельзя делать в принципе, он запрещен к разведению и в Штатах, и в Европе. В Европе есть нельзя прожить? Есть, можно варить там воду, продукты брожения, если его пищу не взял. Пока не перегроют, то нельзя. Собственно, вот. И, по-моему, на территории бывшего Союза он разрешил только в России, Молдавии и Абхазии. Вот, по-моему, даже Грузия. Даже Грузия его уже запретила. Собственно, вот. Вот все мои мифы до сегодня. Если есть еще какие-нибудь вопросы. Почему три семерки, это не портвейль? Кстати, да. Разговор пришел. А, так сказать, номерных портвейных на СССР и российский, я спалю, я говорю, да. Вот. Ну, во-первых, портвейль, это вино географического наименования и должно делаться в долине Доро в Португалии. Ну, это... Остальное, это не портвейль. Это, по-моему, как с коньяком, кстати. Ну, это формальный момент. Это формальный момент. Это формальный момент. Это неформальный момент. Нужно просто провести сравнительную дегустацию, чтобы не всегда понять, что это неформальный момент. Есть портвейль, есть все остальное. Но есть наставьер. Нет, ну, например, это портвейль. Они сами изделия были, наверное, в Крымске пошли. На конвере, где ответы. Тут немножко другой вопрос. Кроме географического наименования, это понятно. А почему все-таки не портвейль? Потому что портвейль, это не только география. Это все-таки определенный способ поизонству, правильно? Так вот, почему номерные не отвечают всей этой истории? Ну, потому что, например, вот в Крымске в Португалии, портвейн делается. Так, технология изготовления портвейна. Собирается виноград, сваливается в такой вот бассейн, и туда запускается 10 веселых пожилых мужчин. Им лет по 45. Феминистки победили сейчас мужчины. И они радостно с приставлениями этот виноград давят. Сколько им лет? Лет по 45. Ну, его возок, примерно, да? Леш, можешь поехать на Драма? Я уже выжил. У меня уже 45. Да, они этот виноград давят. Давят они для того, чтобы больше экстрагировался цвет из кожицы. Нет, почему так угодно? Это же интересный вопрос. Что за границ? Гормоны перестают играть. Гормон там дать виноград. А зачем экстрагировать цвет из кожицы? Поехали. Понимаете, процесс винификации обычного вина идет дольше. Он идет до двух недель полностью. А тут вот именно брожение винограда, виноградного сока, происходит гораздо короче, потому что когда достигает алкогольность продукта примерно 5 или 6 градусов, это заливают виноградным спиртом. Момент, виноградным спиртом, а не пшеничным, как делают здесь. Слушай, а легенда о том, как появилась портфейна, она вообще верна или это сказка? Происхождение портфейна. Ну, когда не могли довезти виноград, я сейчас точно не помню. Я такой промокирую. Засыпали сахаром, да. Ну, два, нет. Это все связано с транспортировкой. Эти все легенды правда. И коньяк также появился, что пришлось перегонять, потому что они свистил. Потому что нет, не могли довезти. А как можно получить виноградный спирт? Естественным методом, но выше 12-13, скажем так, объемных процентов. Перегонка. Перегонка. Так, коньяк, это виноградный спирт, выдержанный в дубовой кучке. То есть, делается вино, потом перегоняется и... Ну, консиварируется, то есть. Больно, анекдотик какой-то разкачет. Анекдотик вот у меня нет. Ну, проводи меня. Дядь Вить. Ася. Наконец-то твоя помощь, анекдот по поводу алкоголя какой-нибудь расскажи. Или подскажи. Ну, какие же там анекдоты? Там все сплошь, грустная история. Сколько, заводка не ходи, еще раз идти придется. Какие что там анекдоты? Это очень грустно. Грустно, что в 10. Да, короткая веселая история. Какие же там анекдоты? Я про гандоны знаю. Там перчатку показывали, латекс еще, в принципе, тема-тема. Нет, про компот. Нет, это близко. Компот, вино, в принципе, всякое вино, все речь компот, по сути. Да, наверное, почти, если грубо. Нет, барыш не приходит в аптеку. А у вас есть презервативы с вишневым вкусом? Есть. А с яблочным? Есть. А с малиновым? Есть. А с грубшим? Барышня, извините, вы хуй собрались в сасаде, компот варите. На этой оптимистической гости мы сворачиваемся. Вот что пить не надо, я думаю. Из-за балла нельзя пить. Вот из-за балла точно нельзя. Но у сладко пить можно, вы им хотя бы не отравитесь. Что можно пить, я расскажу на следующей лекции. Я подумаю, засажу. Как меня Настя еще раз пригласит, я расскажу, как читать и делать, как они говорят. Я, по-моему, забываю, газит. Я, по-моему, забываю. Спасибо. 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 Спасибо.